Истории, одну из которых хочу представить вашему вниманию. Былин, я бы сказал, который происходит в нашем городе, в нашем, в общем, городе. Как-то товарищ мой один, негром был парень этот, В вечернем разговоре бывалых мужчин мне случай поведал. Негр Алексей пришел домой, а утром проснулся в другом месте. Шел к метро на работу и думал, боже мой, думал, что было вчера, интересно. Закуривая сигарету, вдруг поймал он флешбек, люстра и около нее клюшка для русского хоккея. Короткое введение на пару сек, наверное, глюк, он подумал, холодея. Стало холодно, он решил зайти по пути домой, Натянуть еще одну негритянскую футболку. Он зашел домой, но встречен был, как чужой. На полу в большой комнате повсюду были осколки. В стекле балконной двери пробита дыра. Стол из кахланы разрублен посередине точно. Через неделю с ним начала разговаривать сестра, А мать только через три и рассказала вот что. Ты пришел домой рано, но ночью тебя разбудил. На втором этаже квартирка в Хрущевке. Твой друг фашист. Всю ночь ты с ним пил и пьяный вернулся на утренние зорьки. За чей, чем ты с ним пьешь, он же фашистская шпана. А ты с ним сидишь на лавочке, как брательник. Потом дыша стал по квартире. Я попросил от тебя зайти в свою комнату, Потому что сейчас придет сантехник. Ты ушел в свою комнату, вдруг выбежал шустро. В руках уже удобно. Клюшка сидела, мне похую, я ебнутый. Ты крикнул и в люстру ударом взбил ее на пол, Как демон ты пробил клюшкой балкона стекло. И стол из кахломы вдруг тебе повстречался. Ты разрубил его, яроста, зло. А тут и сантехник к нам постучался. Ты подскочил к нему и, улыбаясь, сказал, Привет, сантехник! А я ебнутый, и сантехник пропал. Точно здесь не бывал. Ты сказал, ну, сестренки, я точно ничего не сделаю. И тут же клюшкой ебнул. Тут мы все выдержали из квартиры. Ты бегал за нами по двору, кричал. Я сделан из мяса, я трахаюсь без презерватива. Зовите ментов, я здесь дождусь этих пидорасок. Потом я уже ушел, вот проснулся у друзей. Так негр Алексей рассказ свой закончил. За столом еще сидели люди. Было видно, что Алексей не врет. Кое-кто видел это воочию. И поскольку была уже полночь почти, начать о деле разговор, я попросил Арсена. Он сказал, слушай, Андрюха, только учти, это уже совсем не смешная тема. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ